Всем привет! У нас сегодня снова встреча посвященная разработке под linux вот и на этот раз у нее есть такой общий подзаголовок под названием информационное пространство который как вы видите раскрывается в слово документинг но помимо документирования там еще есть масса всего про большую часть из которого мы поговорить просто не успеем хотя бы потому что это самая большая часть не шибко имеет отношение к собственно процессу разработки но в общем там видно будет кстати сказать хочу публично выразить благодарность виталию чайковскому который монтирует наша встреча потому что прошлый раз я позорным образом пропинал запись не сделал ее и ему пришлось восстанавливать вот то что вы видите тот монтаж который сейчас опубликован из сохраненного эфира youtube а сохраненный эфир youtube оказался такой изрядно покоцанный вот кроме того как я и обещал там есть момент когда я весь такой всклокоченный врываюсь из значит врываюсь в лекцию значит как и обещал я нашел в чем была глупая ошибка и эту глупую ошибку продемонстрирую вот вот это касаемо прошлого раза значит теперь касаемо нынешнего раз информационное пространство значит смотрите вот мы с вами что-то такое разрабатываем программируем и если это даже если это совершенно мизерная программка все равно нам нужно как-то обмазывать нашу программу какой-то инфоподдержкой в первую очередь конечно это для тех людей которые будут пользоваться нашей программы всякие help и документация вот tutorial есть она большая но на самом деле даже не в первое то во вторую очередь в первую очередь нам нужно обеспечивать информационную поддержку нашего проекта для наших товарищей которые вместе с нами будут все разрабатывать вот следующем семестре у нас будет курс по совместной разработки там этому будет уделено чуть больше внимания я надеюсь но даже если вы совершенно лично что-то делаете совершенно понятно что например если разрабатывать библиотеку то к вашей библиотеке вообще говоря нужна документация по ее api чтобы как им пользоваться если вы разрабатываете какой-то программный продукт в котором есть дисциплина программирования нужно ее задокументировать форматы файлов которые вы используете какие-то изобретенные вами в общем много чего кроме того да если ваша программа в принципе как-то ориентирована на какие-то ресурсы информационные причем не обязательно в вебе да возможно просто она их с собой носит и потом показывает хилпы какие-то с картинками вот эти хилпы с картинками тоже надо изготавливать вопрос про оффлайновые оффлайновые файлы мне как это сказать неудобно это говорить но вообще-то скачать с youtube и не так сложно правда вот это будет почти так же как скачать не с ютуба я правда понимаем причем обратите внимание что лицензия на видео это позволяет то есть в случае наших с вами встреч видео которые размещаются на ютубе они их можно легально скачивать кстати сказать мне надо этим вопросом озаботиться спасибо андрей за то что подняли тему сейчас говорят какие-то значит коперастические приключения у ютуба со скачиванием ну а нет это у гитхана с инструментами скачивания ну в общем спасибо что сказали я попробую не забыть озаботиться этим этим фактом вот возможно нужно заранее самому все скачать проблема стоит в том что у нас такого вот хранилища который все это может поместить не то чтобы есть хотя наверное есть хранилище мою в общем ладно спасибо что тему подняли я постараюсь про не забыть возвращаемся в значит к нашим баранам удивительным образом оказывается что когда вы делаете программный продукт вот вы там ну скажем тупо программируете носить и даже возможно изучаете какие-то о кстати я вспомнил еще одну тему но чуть позже и даже возможно изучаете какие-то инструменты разработки но когда речь заходит о документировании выясняется что фронт работ перед вами какой совершенно немереный смотрите допустим речь идет о документировании самих исходников прямо вот их то есть о программировании смысле об оснащении вашего исходного кода дополнительной информации для разработчиков первым делом все вспоминают сразу про комментарии место для разговора про стиль программирования пока у нас нету если вдруг нам позволит за счет время мы можем к этому вопросу вернуться для себя от себя скажу что комментарии и стиль программирования это правда немножко про другое играют очень важную роль в процессе совместной разработки вот потому что фактически придерживаясь стиля вы тем самым демонстрируете готовность работать с командой вот то есть это скорее такой тест на вшивость чем кто-то еще то есть это это некое публичное заявление о вашей социализации там тот факт чтобы придерживаться общепринятого стиля ну и кроме того конечно же стиль программирования он его цель увеличить эффективность разработки и значит он как бы упрощает вашу жизнь вот тут люди которые работают в промышленном программировании начинают нервно хихикать при слов при словах упрощает вашу жизнь и стиль программирования но я могу только сказать страдайте это значит что ваш тем лид или кто там выбирал стиль ну немножко облажался вот потому что стиль программирования его главная задача повысить эффективность а вовсе не повысить ну не знаю там виноватость разработчика в том что он неправильно код написал так вот комментарии играют важнейшую роль в этом месте значит чтобы не растекаться мышка по дереву скажу что главная суть комментариев в том что вы туда пишите не то что вы написали и не то как оно работает хотя как оно работает иногда нужно если у вас какой-то совершенно замысловатый алгоритм страшный да то был бы неплохо сначала описать этот алгоритм в комментариях а то какую задачу этот кусок решает совершенно в том же стиле в котором мы оформляем гид комит помните в гид комит пишется не то что вы сделали да а то какую задачу решили при помощи чего вот примерно то же самое нужно класть в комментарии если это комментарии которые помогают вашим коллегам да и вам через полгода понимать что вы такое написали полгода назад вот другой вид комментариев технически технические комментарии относятся собственно непосредственно к к документированную api то есть к описанию зачем переменные нужны зачем макросы нужны какие параметры функции принимает что она в целом делает какие какие значения возвращает ну и всякое вот такое еще больше такого рода технические документарии нужны документации нужно в классах потому что классы это довольно сложная штука вот одним абзацом описание того что делать класс не обойдешься вот ну а потом если вы оснащить оснастили сам класс все его поля и все его методы специальными комментариями у вас будет прям красивый развернутый рассказ о том учебу такое на программирование ну вот мы с вами классы делать не будем мы будем программировать носить вот ну идея понятно да да вот мастер фу абсолютно прав на самом деле дополнительно к просто сводки по использованию api может если вы действительно написали что-то достаточно ну как бы не совсем маленькая скажем так потому что там 300 строк кода уже нуждается документирование не только может еще какая-то методичка по тому как пользоваться этим api какие-то примеры вот это все для ваших товарищей которые как вот тут правильно сказал сокращенец все будущие ты да значит как минимум это тоже относится к вот тому что прямо внутри документирования нужно себя обеспечить и это пожалуй почти все из того что мы сегодня будем делать потому что все остальное просто не успеем дальше идет более интересная штука и это извлечение семантики из исходник вот то есть смотрите мы уже говорили прости и программирование но стиль программирования помимо того что это такая штука про поддержку общей полисе нет это не средство склероза это скорее средства от сгорания кэшея в вашей голове когда нужная стоящая информация лежит только в вашей голове вам может казаться она сегодня лежит завтра лет что она будет лежать там вечная но это неправда вот то есть это не склероз в том смысле что это как бы совершенно естественное понятие вытеснение холодных кэшей выгорание кэшей в общем понятно вот так вот значит возвращаясь к семантике стиль это не только штука дисциплинарная но и штука которая позволяет описать зачем все происходит вот я никак не могу найти тот комплект статей про одна интересная дама психолог исследовала не невербальную передачу данных посредством стиля оформления программ вот сваду в свободных сообществах из него кстати следовало что заклинание read the source люк на самом деле не такой уж не такой уж и бессмысленное и содержит не только иронию но и в общем крупицу рациональности семантика то бишь смысл смысловое определение также подсказывают нам название каталогов и файлов в исходниках потому что каталог тест скорее всего содержит тесты каталог src с очень большой вероятностью содержит исходники каталог док документацию ну и так далее ну и соответственно файл read me скорее всего предназначен для того чтобы прочитать как говорила алиса если ополоснуть по пальцу ножом из него скорее всего идет кровь ну вот вроде это следующий уровень того что нужно добавить к исходникам для того чтобы они превратились полноценный программный продукт это собственно справочники то есть это штука для пользователей ваших ваших поделий вот если это бинарник то ему нужен help коротенький да так минус-минус help чего-нибудь если это да и скорее всего нужен man man это страничка линуксовой документации которая как правило описывать некоторую сущность это такой очень сжатый справочник в котором не разговываются никаких как правило подробностей то есть man это еще одно средство от склерозы да для людей которые знают о чем идет речь но естественно не помнят ничего наизусть поэтому смотрит man к этим людям относятся также те люди которые в общем про эту сущность только что не знали но примерно понимают о чем в принципе идет речь и их опыт позволяет прочтям вам все все пакет вот значит вот help man мы попробуем успеть сегодня сделать более хитрые инструменты давайте я покажу что это чё так мы с вами более хитрые инструменты я не с тобой она на русском ужас какой значит более хитрые инструменты более хитрые инструменты помимо мана это такой ну понятно что с помощью маны нельзя сделать учебники man имеет довольно четкую структуру у него есть короткий синопсис в смысле короткое название у него есть синопсис то есть как пользоваться вашей вашей сущностью в очень кратком формальном описание видите такой типичным необязательное да вот это вот означает что можно писать пейдж а можно писать секшен пейдж до секшен необязательный даже внутри необязательный как-то так вот сам ман располагается в восьми каталогах ну на самом деле девяти и как я уже сказал иметь довольно четкую структуру вот значит обязательно поле name синопсис синопсис description очень частое поле options который описывает ключи работы вашей программы да что еще бывает environment если ваш программу пользуется какое-то переменное окружение files если она работает с какими-то файлами которыми тоже нужно про которые тоже нужно знать пользователю и о очень важное поле си олса которое позволяет создать собственно такой гипертекст со ссылками на всех на все другие сущности которые по которым вы тоже рекомендуете вашему пользователю с которыми вы рекомендуете и ему ознакомиться значит вот тут прозвучало слово гипертекст в действительности man как видите не представляет представляет собой не гипертекст а просто некоторый размеченный текст в котором есть ссылки вот например такие но и ссылки надо вручную обрабатывать ой опять более продвинутые man броузеры которые встроены например в кд или в гном они позволяют по этим киперссылкам ходить но в общем суть именно в том что это такой справочник если вы хотите более серьезный гипертекст то как правило формат мана вам не подходит манна такая погонная страничка да но не man pages да если вы хотите гипертекст это должна быть такая книга вот а второй инструмент который мы сегодня не успеем потрогать в смысле сделать это так называемый инфо страницы это изобретение проекта гну эта система подготовки документация довольно развесистая на самом деле тех инфо называется вот ее главная страничка как видите больше полутора мегабайтов чистого html мануала выглядит примерно вот так вот это броузер инфо который показывает у вас все инфо страницы вы можете заходить в какой-нибудь дать по башу интер посмотрим вот вот это вот у нас ссылочки на следующий уровень да это так вот собственно почему я говорю что это гипертекст вот это ссылки на следующий уровень в общем понятно значит у инфо есть главный интересный недостаток который состоит в том что вот я нажимаю букву h help нет неправильно нажал нажимаю букву h большой help что по нему навигация она такая слегка в стиле редактор и макс даже не вим то есть вот не зная этих сочетаний вы будете пользоваться инфо так зашел и вышел не ваться для таких как мы с вами которые не знают и макс и есть еще пинфа он продумает тут не перекрашенный страшный вот он более как это user френдли вас но в общем да но нет отвечаю на вопрос а андрея появился ли тех инфом из системы тех кнута просто тех как система подготовки печатной продукции это мощнейшая система в данном стиле и главное самое у каком же говоря исторически первые вот то есть в том смысле что до этого существует какие-то поделия вещей несвободные а тех это прямо полностью воспроизведенный процесс набора и верстки великую электрон увидеть соответственно формат тех документации наиболее полный в смысле его в смысле того что вы можете в принципе сделать для книги вот поэтому когда разрабатывал стих инфо давайте попробуем какой-нибудь почитать overview да нет это репортинг бакс вот когда разрабатывался этот формат где что-то подвод когда разбираться этот формат тех конечно же имелся в виду но как видите как видите ну просто как бы идеи людям понравилось и они значит стали стали делать конвертеры из некоторого общего формата в тех ах потом из некоторых общего формата в html нормальный лотех уже в в докбук из которого можно сделать что угодно потому что это xml с моделью вот и так дальше и так дальше техит у вот в действительности вот то что мы с вами смотрим это как раз как результат конверсии инфо файлов в html вот из него же можно сделать нормальную теховскую вот смотрите вариант что можно из него выгнать из него же можно сделать нормальную теховскую книгу вот после некоторых преобразований специфических для тех инфо вот из него же можно сделать там ну понятно печатную продукцию ну вот такие дела но главная задача главная задача инфо это конечно это конечно вот 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 такое потому что что-то последнее время с бумажной продукции у нас не очень команда в общем нужна вопрос очень 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 о кстати кусочек от документирования как и все подобные системы техинфо состоит в том что вы подготавливаете исходную документацию в каком-то формате похожем на тех а дальше и форматируете делается делается вот такой такой гипертекс красивый вот вот видите можно печатать книги все значит я уделил так много этому времени потому что мы с вами больше не будем заниматься их инфо вот кстати нет видите не совсем это тех там там есть всякие другие всякие макросы специальные вот просто не успеем я сейчас скажу почему да значит но вот тем не менее до печатную продукцию можно делать вот так вот и это в общем не самый плохой способ потому что он самый ну такой не то чтобы не самый ненапряжный но информации по этому очень много вся вот это вот движуха по изготовлению печатной документации в последние годы очень сильно маргинализировать потому что печатной документации не нужно никому вообще-то ну как бы нужны книжки вот я все хотел рассказать по книжку никак не не найду время вставить нужны печатные нужны какие-то раздатки на конференциях чего точно не нужно это большая красивая гипертеста и документация отпечатанная в формате значит бумажным поэтому львиную долю того чем мы занимаемся при документировании является онлайн документация которая грубо говоря состоит из двух частей не так не документация онлайн информационное пространство которую грубо говоря стоит из двух частей и самая важная часть это вот это про который мы сегодня говорить точно не будем и не знаю успеем ли поговорить но может быть успеем не я просто не знаю в каком ключе вот это вообще не про документацию а про информационную поддержку сообщества и разработчиков в самом процессе разработки программного продукта сюда относятся всякие гитхабчики значит всякие это слово vcs а не vsc поправлю всякие публикации исходного кода в гитхабчике всякая вокруг этой вокруг гитта например или там каком-нибудь свн а наверчены мета структуры типа пул реквестов а в этом самом они называются меж реквесты в этом в гитлабе да потому что это не свойство гитар полу реквест полу реквест точки зрения дает просто email такой собственно email списки рассылки форумы до чаты в этом самом в телеграммке например вот что еще и шью трекеры бог зилы всякие то есть техническое информационное наполнение вашего пространства вокруг вашего проекта это очень важно потому что если у вас нету еще трекера то непонятно куда вам ошибки слазь вот как у старых хакеров шлите мне по почте такой тоже есть я с такими общался если у вас нет систем контроля версии то ну страдают вообще все вот ну и так дальше и так дальше а что касается нашей основной сегодня темы документирования да то вопрос исключительно в том как подготовить документацию для публикации в вебе потому что печатные значит есть собственно у вас три опции опция первое вы самостоятельно выгоняете html с помощью любой системы документирования и этот html куда-то самостоятельно складывать неплохая идея например пользоваться какими-нибудь публикаторами которые частично сами генерят контент статически а частично его просто можно им подсовывать вроде того же пеликана на котором сайте ядро linux работа в смысле сайт ядра linux работает то есть вы чем-то там выгоняете документацию а потом ее просто публикуете тупо кстати сказать ядро последнее время по моему сфинксом выгонять документацию вот а сфинксом говорить и не будем сейчас скажу почему или на какой-нибудь вики просто выкладывать статический контент все дальше а всякие толстые сервисы разработки типа github и git lava в них есть какая-то встроенная поддержка документирования достаточно мощная вот во первых все мы знаем что если написать redmi md то этот redmi md внезапно появится в красивом виде у вас на страничке github и git lava и там некоторых других публикаторов вот значит соответственно чем чем не страницы документации смотрите вот а во-вторых у github например есть специальный сервис который называется github и о да в котором вы можете прям ну грубо говоря он нужен для вашего сайта да то есть если вы хотите сделать сопроводительный сайт вашему проекту вы пользуетесь github pages так называемый и туда значит закладываете какой-то контент который опять-таки можете генерить сами а можете воспользоваться там каким-то движком вики обратно cms-образным на на самом гитхабе и выложить вот опять-таки многие свободные сервисы тоже предоставляют там в общем как-то там вот наконец для разработчиков есть отдельные сервисы специальные для того чтобы прямо туда публиковать документацию с командой дути летами сапи с какими-то значит общими правилами мы кстати сказать почти наверняка встречались в нашем курсе по питонам с модулями питона в документация на которой опубликовано в ридд докс вот он значит ну а чё тут смотреть это надо смотреть какой-нибудь проект ну вот например ну вот например документация опубликовано на сайте ридд докс условно говоря автоматическим образом мы что-то такое выгнали и нажали кнопочку опубликовать и опубликовать а еще более интересный проект называется гитбук а вот это прямо весь все около поддержки документирования это тоже совершенно такой проект ну это сервис соответственно вы не можете развернуть гитбук у себя на на машине вот но он какой-то такой развесит и я даже в нем немножко поучаствовал вот ну в общем не знаю насколько у него перспектива большая ничего про него сказать больше не могу это ридд докс наконец если вы хотите заканчивая эту тему пользоваться какими-то локальными проектами по выгонке документации то помимо сфинкса который ну вот документацию на котором пишут чуть менее чем все и вот но он написан на питоне и возможно кому-то у кого-то от этого подход и поэтому вот помимо сфинкса есть еще проекты на разных других языках программирования повтори если вас с питона почему-то воротят ну вот например такая штука доказаврус он на но джейси ну тут сколько народу его хотят вот а вот такая штука dogs и о на пых пыхе на php это примерно все одного класса штуки значит документаторы и документаторы исходного текста вот ну и в отличие от всяких гитбуков и прочих гитхабов совершенно свободно и скачивать и устанавливать значит что мы можем успеть за сегодня сфинкс мы сегодня точно не будем проходить и знаете почему не потому что я не знаю что такое plain old documentation если только вы не имеете ввиду просто разнообразные текстовые файлы валяющиеся там и сям если вы имеете ввиду именно это я бы сказал что их не устраивает в первую очередь отсутствие гипертекстовости вот собственно почему ядро перешло на сфинкс потому что можно кликнуть и посмотреть и поброзить нормально почему мы не будем разговаривать а перл док ну слушайте у перл док есть единственный недостаток это стремительно падающей популярности языка программирования перл я не понимаю в чем проблема с первым вот по-своему совершенно гениальный язык программирования как его автор но что-то в нем есть такое что вот органилизируется и все не знаю в чем проблема значит давайте не отходить от темы почему мы не будем разговаривать про сфинкс хотя это главный на сегодня инструмент потому что про сфинкс мы будем разговаривать через полгода в курсе совместной разработки программного обеспечения на python ибо эта тема прямо про python я когда делал этот обзор поискал какие вообще бывают системы документирования помимо сфинкса и доксиджена и выяснил что помимо сфинкса и доксиджена системы документирования исходного кода ну не то чтобы прям таки не бывают но не очень как обычно есть специализированный под каждый язык программирования системы документирования всякие пыдоки в бусте есть свой для c++ в джаве есть свой но они такие местечковые и они укладываются в общую схему давайте запилим какую-то документацию в нашем стиле а потом вынем ее и опубликуем поэтому мы сегодня попытаемся за оставшиеся 50 минут успеть поговорить про дочек про доксиджен и про сфинкс значит доксиджен не про сфинкс а про роман и хелл извините про сфинкс не будем доксиджен вы можете увидеть что здесь написано дохудел это обман зрения здесь написано доксиджен вот это система программного документирования ну всего ну вернее так такого всего которого в которого им представлялось когда его сделали значит один из старейших больших толкетов по поводу документированного исходного кода вот я уж не знаю какая у него там лицензия но судя по упоминанию слова фартран например тут еще где-то кабол должен быть понимаете вот она не новая такая с хорошей долгой историей идея доксиджен стоит в очень простом в очень простом принципе вы берете комментарии в вашей программе отмечаете их специальным символом причем здесь как видите исторически наслоилась поддержка многочисленного способа пометить пометить документировать пометить что ваша документа ваш ваш комментарий является частью программной документации вот кстати андрей знаете главный проблем перлдока на нем довольно сложно документировать программу на си вот кстати так что она такая же специфическая для перла как там не знаю пудок для питона вот и в этой в этом специальном комментарии вы в специальном формате описываете вашу функцию класс всю весь файл целиком вот и ну вот значит после чего нажимаете кнопочку у вас выгоняется программная документация к вашему файлу вся идея что у вас потребуется при описание ну допустим функции да в общем немного вам потребуется описать ее саму в классическом стиле короткое описание длинное описание помните формат который мы говорили про него когда говорили про гидкомиты параметры этой функции которые начинают с ключевого слова парам вот видите парам теории и вот эта теория вот и возвращаемое значение собственно всю самую универсальный это сфинкс ну повторяю переходите через полгода за ним хотя нет может быть и и до цикла циджин тоже тут вот я вот не знаю надо посоревноваться может быть и до цинжин вот я говорю два я поискал больше не нашел возможно не туда смотрел значит но есть еще вариант однострочных параметров этих самых комментариев когда вы комментирует ну вот вот так вот да если вам нужно при переменной что-то написать но смысл не от этого не меняется когда я говорю и все на самом деле я конечно кривлю душой потому что в действительности сейчас я попробую найти это место в действительности до ци джин это очень развесистый язык программирования реально развесистый вот это где-то в конце там должно быть что-то типа спешил командс вот они ну конечно лотех круче но тут тоже так ничего вот то есть это специальный язык разметки который можно засовывать в комментарии а можно и в отдельные файлы класть в котором вы не только пишите просто документацию но можете волшебным образом ссылаться на элементы того языка программирования который вы документируете это довольно важная штука потому что получается довольно красивые красивые вещи мы сегодня некоторые из них попробуем вот значит теперь относительно того а что я так делаю надо же вот так делать правильно я был не прав надо вот так делать ну вот эту страничку мы оставим в живых потому что она интересная вот а сейчас да значит в скобках скажу что в эпоху всеобщего увлечения именно маркдауном в качестве языка разметки в точно добавили маркдауну теперь вы можете外 пользоваться не только вот языком самого docs но для простых вещей просто маркдауну не глядя и все будет хорошо вот поэтому вот причем тут довольно хороший хорошая его поддержка вот даже частично поддерживаться всякие гитхабовские расширения видеть но мы сейчас сейчас с вами начнем с getting started начнем с документирования о да вот такая простая картинка documentation workflow правда же простая да нет кстати сказать давайте не посмотрим потратим чуть-чуть времени значит исходники являются источником для генерации документации еще одним источником является конфиг файл и система тегов формате считаться например довольно удобная вещь не делала этого кстати позабыл мой вилар вот кроме того вы можете вы можете сгенерировать так называемый layout файл который вам расскажу как бы ну грубо говоря карту сайта вас тоже нельзя и помимо этого помимо исходников есть еще просто кастом какие-то куски файлов которые вы тоже встраиваете в доксе же ну потому что не всю же информацию вынимаете из исходник мы с вами тоже попробуем все вот это делает наш наш инструментарий под названием дохудел точнее докса джин а вот выходные форматы мы на них можем посмотреть и поймем насколько система в общем не новая значит xml файлы для того чтобы потом их жевать и из них производить какой хотите аутпут хотите делать их help для своих для своей системы хотите делайте какой-то автоматический парсер еще чего-то ну короче говоря xml это значит что потом все это можно автоматически чем-то жевать лотех инструментарий по изготовлению из него pdf и поскрипта короче говоря печатной документации той самой маны довольно маргинальная штука мы не будем делать маны с помощью дойдоксиджена потому что фактически это маны по всем по всем по всем функциям вот и он зачесан на маны по функциям они на маны по бинар в windows он ли за счет ртф можно сгенерить и наконец их ты мильные страницы как винтик ты мильные страницы здесь самый последний момент то есть когда дудоксиджен создавался в общем публикация виде html такой вещь как развесить документации по программному продукту было делом таким ну нечастым это не означает что с помощью него это сделать нельзя очень даже можно мы это как раз будем сегодня делать то есть нас от этой всей вот этого всего workflow на самом деле интересует только вот это вот вас как программистов может еще интересовать их xxml выгонка если вы действительно собирается например help делать но это такой help ручной как правило если вы делаете help вы пользуетесь каким-нибудь инструментарием тип куты и там свои вообще правило все свое там все проще делается ну да ладно в ооо значит ну что getting started давайте начнем а то я тут болтаю болтаю я надеюсь я доболтался дом так вот это у меня шпаргалка будет вот шпаргалку мы пока отложим вот а вот это у нас будет новая значит давайте мы баба 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 черт как же она была нет а вот помните у нас был такой проект такой проект под названием имени генератор вот давайте мы сейчас допускай будет так напоминаю что это что делал этот самый name генератор это был был по деле одно товарищи который делать так называемые минималистические библиотеки в хедер файлах и мы с вами переделывали хедер файл из значит хедер фишник вот домашним заданием было переделать такой же но для каких-то векторов на си вот а значит этот самый name ген это генератор идиотских фэнтезийных имен идиотских в прямом ну как это там так и написано дамми или фанни или я забыл ну короче автор самых так называет поэтому никакую но офенс давайте сделаем я сделал гитинит гиппул как его звали господи прости либный ген ну вот да а и кавердж на нем смотрели помните ну вот ну давайте прям все соорудим значит мы пользуемся инструментарием под названием автотулс вот кстати еще одна вещь который хотел рассказать про автотулс я надеюсь что успею так ну вот помните такого у него совершенно дикий совершенно дикий синтаксис а 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 Вот. Слава богу, у автора она есть. Вот. Сейчас. Значит, единственное, что мы должны сделать, мы должны добавить поддержку всей этой безобразии в наш автоген. В принципе, это не обязательно. Вы можете просто запилить соответствующий кодогенератор и запуск соответствующего дооксиджена, не автогена, дооксиджена, дооксиджена в makefile, ну, точнее, в makefilem записать и дальше дернуть ручку, и вся эта война приедет к вам в обычный makefile. Вот. Но для того, чтобы рассказать об одной фишке, я как раз воспользовался средствами автоконфо. Не самые сложные средства. Значит, фишка вот какая. Есть такой набор. Ну, да, что я здесь это делаю? Есть такой набор, называется автоконфоархив. Если вы начнете гуглить про автотулс в интернетах и скажете там автоконф плюс дооксиджен, вас, скорее всего, отошлют в этот самый архив. Вот. Представляет он собой набор всевозможных макросов на М4, ну, для автотулсов, для абсолютно разных целей. Вот. Вот именно такую штуку я не воспользовался, когда мы с вами занимались локализацией. Она тут тоже есть. Потому что она сложная, она там стоит с 12 шагов. А вот штука, которая нужна для доксиджена, она простая. Вот она. Кстати, по ней есть инфо. Вот можно посмотреть инфу по автоконфоархив и здесь найти доксиджен. Вот он. Вот. Значит, нам нужен только вот этот макрос, который в конфигуряке нам расскажет, как называется наш проект и где у нас будут лежать файлы. И это все фичи. То есть создавать ли нам RTF, создавать ли нам PostScript, создавать ли нам пытаться ли создать PDF и так дальше, и так дальше. Вот. Создавать ли HTML. Обычно он включен. Вот. А вот это то, что нужно писать где-то тут. Сейчас найду. Вот. А это что нужно писать в автомейк. В makefile.am. Все. После чего у нас образуется вот такая штука. Мы говорим доксиджен док, и он все делает. Сейчас покажу. Значит, но сначала мы должны создать доксиджен файл. С помощью конфиг. С помощью вот такой несложной команды. Ну, давайте назовем его докси файл. Так же, как makefile. Вот он. Говорит, отредактируйте его. Так. О, мы здесь видим, что здесь есть название проекта, версия и еще там что-то. Давайте мы сделаем не так. Давайте мы сгенерируем этот файл. Сейчас. Вот так вот. И пускай нам автоконф, ну, точнее, автомейк. Нет, автоконф. Конфигурь, пардон. Пускай нам конфигурь в этот докси файл впишет то, что нам нужно. Вот сюда он нам впишет вместо my project package name. Помните такой такой макрос, который образуется, когда мы пользуемся автоконфу. Вот сюда у нас пускай впишет package version. Подчеркивание. И фигня в конце. Что еще нужно? Ну, лого у нас нету. Output directory по умолчанию будет нормальный. Тут очень много опций, которые нам, в общем, не нужны. Markdown support включен. Значит, можно на Markdown писать. А, вот, нашел. И это вот откуда у нас берутся исходники. А исходники берутся у нас каталога SRC. А с точки зрения, сейчас я найду методичку. С точки зрения во. С точки зрения этого самого с точки зрения вот. Автотулз, он называется топ SRC DIR. Слышь из сердца. Вот так. То есть топ SRC DIR это наш каталог, еще слышь из сердца. Здесь мы могли просто SRC написать, ну, как бы, вот. Кажется, все. Единственное, что единственное, что тут еще где-то есть код проси, но что-то я не вижу. Ладно, потом. И это вот DOXY файл. И это инструмент управления DOXYGEN. Почему он называется точкой in? Потому что мы туда вписали макросы автоконфовые, и поэтому мы должны сказать вам конфигуряки, конфигуряки, мы должны включить вот этот самый так. Нет. Тут, кстати, руками вот этот человек делает это, француз, делает это руками. Он говорит checkprox DOXYGEN и дальше делать всякую ерунду. А мы вот всю эту ерунду делать не будем. Мы поступим, поступим, как нам советуют вот info.parksprox.doxygen сделать вот это вот. Отлично. проинициализируем так, нынги. Вообще говоря, все, потому что все это добавит нужные клюшки. Мы увидим, что он добавит клюшки собирать с html без html вот эту вот всю ерунду. Но поскольку мы добавили еще один in-файл, его надо здесь тоже описать. DOXYFILLE, чтобы у нас не дикси-файл, а докси-файл, чтобы у нас из файл.in сделался файл git add докси-файл in. Так. Что еще в makefile нам нужно вставить вот этот мракос, который где он тут? Который говорит, что все таргеты. вот он. Вот мы сейчас вставим это сюда. Ну вот. Ну что, пробуем. Мы пересобрали всю нашу библиотеку, все это сделали, все хорошо. Вот, вот, обратите внимание на конфигуре. что нам сказал конфигуре. Стал ли конфигуре проверять Doxygen? Стал, смотрите. Значит, после включения вот этого комплекта макросов из библиотеки, из архива, Doxygen начал говорить, ребята, значит, у нас есть Doxygen, слава, 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 у нас есть Perl, это значит, что мы можем обрабатывать кое-какие штуки с помощью Perl, кстати, PerlDoc тоже. Вот, у нас нету лотеха на машине, значит, мы не сможем генерировать, печатать документацию, но мы не собирались, хотя могли, вот, в том числе и PDF не можем. Значит, почему нет MakeIndex, не знаю, он должен, а, нет, я не стал делать MakeIndex, Info мы тоже не станем делать, вот, ну, и, в общем, вот этот кусок, вот этот кусок относился к Doxygen. В результате у нас образовался Target, вот, который называется Doxygen, нет, он называется не DoxygenDoc, он называется DoxygenDoc, нет, называется он именно так. Вот этот Target можно и сделать, смотрите, MakeDoxygenDoc, что нету, StupidNameGenerator, значит, надо подглядеть для скорости в шпаргалку, значит, он почему-то называется StupidNameGenerator, а должен называться не так, должен называться не так, смотрим шпаргалку, здесь все правильно, и это потом будет, здесь тоже все правильно, что же я сделал не так, ну, кстати, можно packagebrief писать, но это не обязательно, почему он называется StupidDefenseNameGenerator, а не а, сейчас, я знаю, я опустил еще одну вещь, кстати, вот, Optimize Отput4C нужно сделать, но это, 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 это не, не, не это главное, оно, значит, ОтputDef, во, OutputDirected, DxDocDef, забыли сделать, окей, значит, что мы хотели, Optimize ПодC, и OutputDirectory, да, вот, это, во-первых, вот, и Optimize, OptimizeForC, да, и это, во-вторых, у нас программа на C написано, ну, значит, пускай она ее и, ее и, значит, Optimize, окей, пробуем, кстати, не факт, я вчера на это дело натыкался, но не понимаю, не понял, в чем проблема была, о, нет, а, нет, еще не так, doc, нет, все норм, значит, что при этом произошло, нам, кстати, сказать, понадобится, помимо этого, еще пакет, который называется, GraphVis, Visualization Graph, чтобы рисовать красивые схемки, вы увидите эти схемки сейчас, вот, для Dota, значит, кстати, он имеет еще и DIA, делать, диаграммки вставлять, но это, сейчас мы этим пользоваться не будем, вот, значит, что происходило, вот мы его сказали, make, вот он, стер старой документацию, и начал ее перегенерять, вот, пошарил во всех наших исходниках, создал из них картинку, и сделал какую-то документацию, вот она здесь у нас лежит, он сделал две версии, латеховскую, хотя у нас нету латеха, но мало ли что, вот этот рефман можно потом во что-нибудь преобразовать, это, собственно, документация на латехе, вот, и HTML, теперь пару слов о том, как посмотреть этот HTML, если вы, например, работаете так же, как я на сервере, потому что посмотреть-то хочется, значит, те из вас, кто логинился со вчерашней ночи сюда, могли заметить, что вас приветствует вот такая вот, такое сообщение, значит, идея в чем, что вы можете пробросить порт со сервера на вашу локальную машину, и в результате, при заходе на локальную машину, на этот самый порт, вы будете, на самом деле, подключаться на сервер, на этот самый порт, чтобы нам с вами его не делить, я выработал простой механизм, порт это ваш userid плюс 8 в начале, вот такой, то есть, если мы сделаем вот так вот, ух ты, я тут опять пропалил порт 2270, черт, отстой, если сделать вот так вот, давайте сделаем это, да, а, ну он уже, он уже здесь, я его уже, сейчас, я тут все это уже сделал, вот, значит, еще разу, да, если сделать вот так вот, а, ну да, пока ничего не видно, SRC, что у нас там, документинг, вот, можно сказать, можно взять, запустить веб-сервис, с помощью питона, вот так вот, питон 3, минус mhttp-server, минус d, каталог, где у вас лежит документация, ну и порт, порт у нас 8500, как нам советовали мне, вот, и на локальной машине, мы можем внезапно зайти на этот порт, давайте так сделаем, localhost, 8500, опа, это наша сгенерированная документация, на титульной странице нету ничего, в файл браузере есть единственный файл, namegen.h, в котором тоже нету ничего, то есть, пока что мы ничего не задокументированы вообще, вообще ничего не задокументировали, пускай документация, окей, почему она пустая? Она пустая, потому что мы ни один исходник из наших, из наших исходных исходников, извините за тавтологию, не разметили как надо, в соответствии с, в соответствии с синтаксисом, давайте это сделаем, очень по-быстрому, у нас осталось всего 20 минут, но я думаю, что примерно смысл будет ясен, а более подробный архив, вот этот, вот этот, я вам покажу, я его выложу, значит, ну что, давайте задокументируем, что мы задокументируем, но у нас на самом деле есть единственная функция, которая может задокументировать, публичная, она одна, она лежит в, а, нет, давайте так, не так сделаем, давайте мы git commit сделаем, так, во-первых, clean, о, git add мы добавили, git commit, минус а, минус m, empty documentation, commit я сказал, а не vomit, вот, значит, давайте отредактируем, что отредактируем, ну вот у нас в либной мгене, вот эта вот жуткая штука, которую мы за сегодня должны успеть в help засунуть, но я думаю успеем, есть единственный не static элемент, это вот эта функция namegen, кстати, от нее документация почему-то уехала наверх, вот она, вот ее-то мы сейчас и засунем вот сюда, какие, где у нас, doxygen, doxygen, здравствуй, doxygen, это мы уже сделали, нет, getting started, нет, нет, вот это, вот, документинг такой, какие, какие конвенции предполагается использовать, ну, первая конвенция вот эта, ну, наверное, мы на этом и остановимся, то есть мне лень делать вот так вот, вот, мне не очень нравится делать с помощью трех слышей, а вот, а вот, а вот это самое, сделать вот так будет нормально, вот, значит, вот это у нас будет short, вот это у нас будет long, давайте для экономии времени я сразу, сразу за формачу, это все, чтобы было сразу видно, как это все упоминается, значит, это название переменных, давайте мы их пометим, что они, что они являются, ну, p это не переменные, p это на самом деле просто, как бы, печать другим шрифтом, ну, пускай будет так, вот, и соответственно, что они являются параметрами, и что у нас с returns, returns, и это возвращаемое значение, можно писать returns, можно return, так, еще pattern, да, еще pattern, соответственно, парам pattern, и тут еще dst, да, парам dst, turncation accursment dst, 100, p, только вот тут, вот надо сказать, вместо этого, вот так, и параметр dst, вот я вроде как оформил что-то похожее на документацию к этой функции, повторю, это единственная функция, которая static, поэтому она, значит, сейчас нам пока, давайте попробуем, так, мне кажется, достаточно сказать, make doxygen doc, нет, а, я ничего не сделал, вот так, давайте попробуем, давайте попробуем, что-то мне не нравится, что hit miss 1, ну, давайте все-таки попробуем, ну, а где наша документация-то, вот она, ну-ка, 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 нет, что-то я не вижу, чтобы она задокументировалась, что я сделал не так, давайте смотреть, да нет, вроде все нормально, почему она не сожрала мне мой сишный файл, непонятно, ну, давайте мы попробуем locals, нет, не locals, а static, это еще одна штука, которая, которую я поправил, чтобы он по статическим функциям тоже, но, в принципе, должна была, это, нет, это не оно, сейчас, и там, и там надо, по идее, он должен найти в сишном файле документацию и засунуть его в, а, вспомнил, ребята из Doxygen, конечно, большие волшебники, вот вы, ты читаешь, ты читаешь вот это, вот это вот все, читаешь, 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 потом читаешь вот это, читаешь, 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 и тут ты наталкиваешься на вот такое, нет, все еще читаешь, И тут ты наталкиваешься на вот такое замечание, где оно тут. Вот. Где-то ближе к концу документации. А вы знаете, что если у вас в начале файла не написано вот так вот, то он не считается документированным. Ну, вашу мать, ребята. Нет, мы про это уже говорили с самого начала. Вы просто не заметили. Действительно, мы не заметили. И вы заметили, что мы не заметили. Надо было как-то объяснить. Ну, короче, вот. Надо вот в начале файла написать вот так. Ну, окей. Давайте напишем в начале файла вот так. Что они там просят? Файл. Этого достаточно? Я не уверен, но давайте попробуем. Нет, этого недостаточно. Кстати, почему? Я не понял, должно было достаточно быть. Нет. А что не так? Наверное, я неправильно сказал, неправильно сформатировал. Вот что я вам скажу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вы правило. О, что-то она там нарисовала. Ну-ка, 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 ну-ка. О, отлично. Отлично. Обратите внимание, вот наша функция namegen. Давайте мы еще раз посмотрим. Значит, main page пустой, потому что мы еще не сделали его. Globals, пожалуйста, у нас есть единственная глобальная переменная. Вот есть файл list, есть globals. Вот у нас есть глобальная функция namegen. И она, смотрите, как красиво задокументирована. Вот сам namegen. Вот его описание. Вот описание его параметров. Вот описание того, что оно возвращает. Вот описание нашего файла. Вот. Работающая ссылка. Ну и немножко заформатирована вся вот эта ерунда. Давайте мы продолжим. Да-да-да, значит, для тех, кто пишет то лягушку, то восклицательный знак, обращаю ваше внимание, что doxygen формат настолько древний, что у него есть очень много разных способов указания того, что комментарий значащий. И в частности, вот этот лягушка файл и восклицательный знак файл. Вот видите, да? Потому что в некоторых случаях бэкслэш неудобная штука. Вот. Вот, вот, вот. Мы имели в виду вот это. Нам вполне хватит. Так, ну чего. Давайте тогда немножко развлечемся, пока есть... Ой, нету времени ни хрена. Окей, времени ни хрена нету, но мы с вами все-таки сделаем вот так вот, чтобы было понятно, что можно использовать, например... Например, можно использовать Markdown. Потому что у нас, вот если отрезать вот эту колонку, это будут Markdown-овские списки. Давайте просто убедимся, что он так работает. Вот. Markdown. Ну, смотрите, какая красота. У нас осталось ноль времени. Я, наверное, попрошу немножко задержаться людей, потому что рассказ занял слишком много времени. Я рассчитываю рассказать быстрее, но я не умею рассказывать быстро. Ну, давайте только вот что сделаем. Давайте мы сделаем входной файл, чтобы у нас титульная страница была не пустая. И сделаем ман, и на этом остановимся. Это займет еще минут 10, к сожалению. Входной файл. Ну, назовем его... Назовем его... namegen.md, потому что он Markdown. Можно сделать... Там в примере будет in, но мы сейчас не будем так. То самое, значит, что? Это Markdown. Продолжение следует... Как мы называем? LibName... Можно еще namegen.h Что еще можно сделать? Ну, не знаю, на функцию сослаться. Функция у нас называлась... Как она у нас называлась функция? Кстати. Да ладно. Ну и что, что она? Функция называлась... Nengen. Ну, как-то так, да? Теперь этот namegen.md надо... А, слушайте, давайте его положим туда, и тогда будет все хорошо. Mv namegen.md в SRC. Вот. Мне кажется... Мне кажется... Во! Он два файла обработал, смотрите. Шикарно. О! Нет, не получилось. А, там надо было сказать, что это title page. И main page. Надо было сказать ему, что он main page. Сейчас делаем. SRC namegen.md. Ему надо было сказать волшебный мракас, что он main page. Main page. Main page. Да, мы воспользовались вариантом... Вот. Вот она. А, да, стою. Вот. Не, с референсом все хорошо. Референс работает. Что, тут буква E большое, что ли? Я, как всегда, торопился. Не, все норм. А, libnumgen. Спасибо. Поэтому референс не работает. Да? Ну, короче, вы меня поняли. Вот. А потратим не оставшиеся, а... Вот он, пожалуйста. Можно теперь сходить... Можно ходить в C-шный файл, можно ходить прямо в функцию. Все хорошо. Оставлю остальные штуки для примеров, потому что у нас есть еще один короткий совершенный момент с помощью. Значит, как я уже говорил, маны с помощью этой штуки сделать сложно. Поэтому ман мы изготовим с помощью другого инструмента, который называется help to man. совершенно необязательно. Просто... Понимаете как? Markdown очень простой язык, отвечаю Андрею. Да? А Restructured Text очень сложный язык, по сложности сопоставимый с языком Doxygen. Вот. Соответственно, если ваша задача просто что-то такое задокументировать, Markdown вам хватит за глаза, его умеют все. Если ваша задача нарисовать какой-то сложный документ, то вам придется пользоваться либо Rest, либо вот то, что умеет делать Doxygen. Так. Вот есть такой простой инструментарий под названием help to man. Вот. Не буду уже открывать его веб-страничку. Пошли, сделаю ссылку на сайте. Вот. Написан, кстати, на Perlec. К вопросу о стремительном падении популярности Perla. Много инструментов, которые мы сегодня работаем, написано на Perle, на самом деле. Давно и работают, и никуда не деваются. Первый великий язык программирования был. Вот. Ну, к сожалению. Он и сейчас великий, но вот такие дела. Да? Значит, что нам нужно? Нам нужно, чтобы наша программа что-то выдавала. Собственно, она должна выдавать вот такое. Вот. Она должна уметь говорить минус help и минус version. Ну, давайте мы это сделаем. Значит. Вот этот help. да, значит. Давайте сделаем его. Допустим, static int charge звездочка help равняется звездочке, я сказал. да. И здесь вот прям всю вот эту ерунду, всю эту ерунду вот сюда и вставим. Да? Что мы должны здесь сделать? Мы должны здесь заменить заменить вот это на вот это. А почему нет? Что я сделал неправильно? А, все же забыл. Вот. чтобы, значит, у нас кавычки не перекрылись и в каждое нет. Только не здесь. А вот здесь вот. Значит, конец на о! Ну, не здесь и не здесь. Вот. вот у нас отличный, отличный help. Вот. Что еще? Вершин. Ну, мы сейчас не будем уже ссылаться на хотя, config h, то можно всегда сделать. Include лют config h. тот самый сгенерированный нами и в нем будет лежать информация о версии. Ну, и здесь пишем, значит, if ну, хорошо, ладно. strcmp сис.rgv от 1 да, какой sys блин, время, время, запятаем минус, 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 help. ну, что там, return printf, чего? help else if strcmp вот rgv 1 минус-минус вершин. То тут надо подглядеть в поргалку сейчас, извините. Просто, чтобы побыстрее, это было mingin.se кстати, а тут, а, это define, это был define. Ага, вот вершин прямо у нас определен в конфиг asha да, вершин это вот для этого конфиг asha включали. Ну и, по-моему, все. Тут, правда, более сложная картина, но нам хватит. Вот. И что еще нужно? Еще нужно написать вот это вот. да, usage namegen вот это все. да, 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 ну вот в примере так и будет, просто у меня времени уже нету, видите, у нас мы и так уже на 10 минут опаздываем, и еще 5 минут я вас займу. Вот. Значит, здесь надо написать namegenprogram вот здесь надо написать usage только тут паттерн, но не важно уже, да, нету, usage namegenoption sit, вот это все. Вот. Здесь надо дописать минус-минус help минус-минус version инвульди, да, исправлю, конечно. Где там инвульди, да, инвульди, спасибо. Вот. Здесь надо написать какие у него есть параметры, их тут всего два, help name version больше у нас нету. Вот. Единственное, что вот это все лишнее. Это все лишнее. Вот. Да. Это тоже лишнее. Здесь вот надо вставить пробельчик, здесь пробельчик, здесь пробельчик, здесь пробельчик, да, шо ж такое-то. Здесь пробельчик, а это все удалить. Сейчас. Чуть-чуть я все-таки переборщил. Да, ну вот. Мне кажется, это все. Давайте попробуем. Что тебе не нравится? Статин. Статин тебе не нравится? Статин, это, конечно, плохая идея. там где-то, значит, точки с запятой не хватает. Я даже знаю, где. О! Та-дам! Это у нас help такой, а это у нас version. мне кажется, ему надо говорить не так. Сейчас я посмотрю. Да, надо вот так говорить. Сейчас мы это сделаем, и, собственно, почти все. вот здесь вот, надо сказать, что он name game. Вот. Значит, смотрите, я заканчиваю лесу, потому что я и так выжил слишком много времени. Что? Implicit declaration starts mp. Ну, дорогая. ну, ну, ну ладно, слышите, string h надо просто. Хотя нет, надо. Вот. Значит, смотрите, в чем была идея? Вот у нас какой-то help к нашей программе, который краткое описание, синопсис, ключи, описание дальше. Самая хитрость состоит в том, что... А, нет, не так. Мы говорим help to man и дальше src name game. И у нас вылезает на экран текст в формате нроф генерат, который на основании нашего хилпа, version и name, делает вполне приличный manpage. Вот, давайте прям вот так вот сделаем, там, name, gen, точка 1. Ну, не важно. оба-на, manpage. Вот, тут надо еще немножко поколдовать, посмотрите в примерах, там будет более правильный пример генерации manpage. ну, вот один из дешевых способов. Вот, видите, тут надо было список сделать, я его не сделал, ну, в общем, смотрите примеры. Все, я и так 15 минут лишних выжрал, значит, понятное дело, что дальше это помещается в makefile, посмотрите, опять-таки, в примеры, я их сегодня опубликую, там все написано, вот, и тем самым у нас к нашему программному продукту будут подготовлены техническая документация, возможно, какая-то документация менее техническая, которая будет вот здесь вот, вот, вполне себе, значит, man, ну, и какой-то help. Вот, чего у нас не будет, у нас не будет инфо, про которое не стал говорить, и у нас, совершенно непонятно, что делать с сайтами, потому что мы сегодня говорили не про сайты. Все. Я надеюсь, что вопросов больше нет, потому что у нас время уже совсем-совсем вышло. Всем спасибо. Спасибо.